здравствуйте ну что ж знаете я крайне не люблю когда люди начинают рассказывать что есть ложь большая ложь и есть статистика в том контексте мол ну эта статистика нам всегда врет это всегда все плохо это для того чтобы обмануть человека туда-сюда естественно приводит эту фразу которую я до этого привел вне контекста и вне понимания кто ее на самом деле автор и что за этим стоит потому что статистика это инструмент которым надо уметь пользоваться и люди которые умеют им пользоваться по-хорошему прекрасно могут поймать за руку тех кто пытается этой статистикой манипулировать или подделать ее или еще как-то поэтому скажем так в серьезном экспертном сообществе в обществе экономистов нет никаких сомнений относительно макроэкономической статистики однако к сожалению довольно часто дополнительные поводы для всех этих сплетен разговоров суждений досужих и так далее для общественности подбрасывают сами статистические ведомства и за годы моего наблюдения за международной экономической статистикой я не знаю про африку про латинскую америку про ряд азиатских стран по крайней мере из более менее открытых обществ чемпионом является ростат к сожалению а дело вот в чем вчера должны были быть опубликованы данные по уровню безработицы и розничным продажам они не были опубликованы и публикацию перенесли на 28 июля вот по розничным продажам точнее по уровню безработицы а вот по розничным продажам как раз на неделю с лишним на 8 дней на самом деле почему сюда приводит это приводит все к тому что доверие в массовом сознании в том числе частично среди инвесторов участников рынка российской макроэкономической статистики стремится к нулю и в этом виноват сам ростат потому что не способен даже соблюсти собственный график публикации данных и это происходит довольно часто до бывают претензии например в британии там со статистикой особенно по рынку труда действительно периодически происходит невероятные неописуемые чудеса но они хотя бы календарь соблюдают и дальше можно с ними полемизировать на тему того ребят проект а у вас тут вот эти данные а тут вот это как у вас это соотносится с этим то есть ну разговор может быть в любом случае предметным тут простите вы из раза в раз переносите даты публикации тут уже предметного разговора не не может быть потому что у людей в массовом сознании создается впечатление что вы постоянно кого-то в чем-то обманываете а потом вы публикуете данные экономисты смотрят на эту статистику смотрят на косвенные данные говорят нет 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 тут все нормально уже это уже в этом случае не имеет никакого значения потому что а почему они перенесли и все этого на самом деле достаточно хочется орать как говорится глядя на это потому что за последние там месяца три это уже раз четвертый как минимум когда те или иные данные переносит точнее публикацию а потом это будет оборачиваться тем что в очередной раз садятся эксперты экономисты аналитики рынков за стол за так сказать рюмочку чая как говорится и возмущаются а почему рынок у нас не реагирует на собственную макроэкономическую статистику да потому что вот именно по этой самой причине поэтому анализ рынка особенно российского на основе макроэкономического анализа может быть максимум ситуативно никакие долгосрочные прогнозы на этом выстраивать практически невозможно к сожалению это тоже один из факторов из-за которого в россии до сих пор не может сформироваться собственного внутреннего серьезного финансового рынка финансового капитала который выступал бы дополнительным источником финансирования различных бизнес проектов инвест проектов то есть он не может выполнять полноценно ту роль которую выполнять например в европе или соединенных штатах америки и это один из одна из причин извините другого роста там не для вас нет к сожалению при всем уважении к тому что в итоге роста опубликует достаточно серьезную статистику с исключением одного параметра про который неоднократно говорил это рост реальной заработной платы по которым даже полноценный публикаем методологии нет то есть на основании чего вы эти данные вы даете вся остальная статистика роста то действительно очень хорошо проверяется международными организациями сквозной проверкой так далее то есть в итоге то данные даются достоверные достаточно релевантные но вот это вот ложка дегтя в бочке с медом конечно все портит мы в итоге рубль стоит на месте вот тут сегодня рубль ничем не отличается от всех остальных валют но вопрос в том что мы должны были подешевле ну скажем так рубль должен был ослабнуть все другие валюты за это время достаточно серьезно подешевели а рубль банально стоит на месте какие-то изменения за день в районе там двадцати копеек двадцати пяти это просто смешно мы тупо встали на месте по-хорошему если бы статистика была наконец опубликована вовремя она носила бы достаточно негативный характер и я об этом вчера говорил соответственно это стало бы поводом для того чтобы рубль немножко подешевел и все-таки мы дошли хотя бы до 75 ну то есть собрали хоть какое-то приличие на фоне других валют рубль стал на месте ну что ж значит рубль тоже как и другие валюты готовятся к завтрашнего заседания европейского центрального банка а следовательно вести он будет себя ровно точно так же как евро фунт может масштабы еще другие а так ничем отличаться не будет будем надеяться что все именно так и будет потому что иначе что мы будем говорить говорить о том что мы не сможем прогнозировать рубль и он будет у нас тупо стоять на месте так не бывает так в принципе не бывает так что если рубль завтра не будет реагировать на заседание ецб тут останется только развести руками сказать ребят давайте вернемся к рублю месяца через два или через полгодика когда вот хаос закончится потому что после такого сжимания пружины неизбежен всплеск и взрыв просто это ни к чему хорошему не приводит чаще всего сжимания пружин особенно по не совсем твердым валютам рубль конечно является салон конвертируемой валютой но не твердой валютой и для таких валют подобные сжимания оборачиваются всегда всплеском наверх то есть ослаблением этих валют извините индекс мосбиржи теперь по хорошему ну что я вчера говорил я говорил о том что мы уже видим начало отскока по в частности доу джонсу и по другим биржевым индексом но в первую очередь надо смотреть на доу джонс это основной самый крупный биржевой индекс в мире хотя возможно шанхайский уже больше но он не настолько показатель потому что у джонс все-таки есть и серьезная история и достаточно он широко представлен представлена представлена достаточно серьезные компании международные поэтому скажем так он более показатель и по нему уже вчера начался какой-то даже не вчера поза вчера уже начался отскок который сейчас плавно перерастет в новую волну роста индекс мосбиржи последовал его примеру и мы наблюдаем в общем-то довольно уверенный отскок мы уже вышли выше 3700 соответственно не за горами у нас 3800 будет ли это на этой неделе посмотрим посмотрим на настроение инвесторов на самом деле все тоже во многом сводится к завтрашнему заседанию и цб ну раз мы уже не первый раз говорим про и цб давайте говорим про евро которая вроде бы стоит на месте но такое плавное снижение у нее все-таки наблюдается по фунту более такой ярко выраженное состояние на месте все топчутся на месте валюта точно индексы пытаются очень немного но расти так так что же нас ждет завтра после заседания на самом деле вопрос всего 1 и он напрямую вытекает из итогов предыдущего заседания федеральной резервной системы что было объявлено да что в 2020 году где-то в середине скорее всего это конец весны начала лета будет повышение процентных ставок все это обозначено это уже считается данностью чем ответит европейский центральный банк ну для того чтобы парировать такие заявления европейскому центральную банку надо тоже выйти и заявить что дамы и господа у нас где-то вот летом следующего года будет повышение процентных ставок ну да это сможет парировать итоги предыдущего заседания федеральной резервной системы и сможет развернуть тренд на укрепление доллара вот только этого не будет я выскажу свое мнение почему так не будет первое скорее всего кристин лагард будет ссылаться на недавнее замедление инфляции двух процентов до 1 9 в в общем то другие ценовые показатели говорят о том что снижение инфляции носят временный характер европа сейчас вернется стадию роста цен в частности потребительских цен и будет пытаться догонять соединенные штаты америки хотя бы то есть он инфляция будет бурно расти по крайней мере индекс цен производителей импортные цены все вот это указывают как раз на дальнейший рост инфляции в этой связи слова крысин лагард о том что инфляция снизилась и это позитивный сигнал будет восприниматься как попытка уйти от ответа то есть откладывание этого вопроса хорошо вы можете сколько угодно пытаться прикрывать кипящий котел но рано или поздно давление внутри достигнет такого уровня что эту крышку вместе с вашими руками просто оторвет и заявление о том что инфляция снизилась и все прекрасно завтра будет выступать именно в этой роли еще одна причина почему точнее основная причина даже главная причина почему европейский центральный банк будет пытаться уйти от этого разговора и откладывать по максимуму разговор о повышении процентов ставок это темпы роста экономики дело в том что федеральная резервная система могла сослаться на рост экономики по итогам первого квартала да он был не сильно где-то 0 и 4 процентов годового выражения но это был уже рост то есть четко было четко ясно что американская экономика восстанавливается и концу года возможно она восстановится хотя бы до уровня конца девятнадцатого года но конечно это маловероятно скорее всего произойдет только в двадцать втором году ближе как раз к середине но тенденция ясна а вот в европе ситуация другая в зоне евро все хуже дело в том что там в годовом исчислении по итогам первого квартала все еще спад да у не такой сильный как был там в третьем четвертом квартале но разница заметно соответственно европейский центральный банк в этой ситуации не рискнет даже намекать на повышение процентных ставок это может всех напугать европейский центральный банк сможет смело об этом говорить только тогда когда увидит рост экономики в годовом исчисления а это скорее всего произойдет только лишь по итогам второго квартала скорее всего а может и не произойдет может это только по итогам третьего а когда мы узнаем данные про второй квартал правильно это где-то сентябрь ну в лучшем случае первые прогнозы будут в конце августа соответственно о возможном повышении процентных ставок европейский центральный банк заговорить не ранее осени вот на чем базируется мое утверждение о том что европейский центральный банк завтра не сделает громких заявлений будут разговоры о снижении инфляции туда-сюда и тому подобное в общем много слух ни о чем попытаются уйти от прямого ответа как на это отреагирует рынок первое ожидание повышения процентов ставок соединенных штатах запустил и четко ярко выраженный тренд укрепление доллара если ецб не заявит того же самого этот тренд сохранится то есть мы будем дальше идти в сторону укрепления доллара но незадолго до оглашения итогов заседания естественно спекулятивный всплеск на спекулятивный ажиотаж приведет к тому что евро а вслед за ним например и фунт в частности тоже и многие другие валюты будут расти дома самого заседания как только кристин лагард выйдет заявлениями там конечно разница почти в час между публикации пресс-релиза и выступление но на пресс-релиз смотреть никто не будет все захотят услышать слова кристин лагард вот в этот час примерно будет вообще полный расколбас а после этого начнется падение евро фунта рубля и многие других валют и доллар с новой силы будет дорожать будет ли это сопоставимо по своим масштабам с тем что происходило после заседания федеральной резервной системы я сомневаюсь все таки масштабы снижения этих валют будет меньше да мы возможно попытаемся достичь по евро отметки 117 и скорее всего мы в итоге достиг но не более того потому что по сути дела вот те итоги которые я описал итоги заседания правления европейского центрального банка они же принципиально ничего не меняют то есть ситуация остается ровно такой же как было после заседания федеральной резервной системы а раз принципиально ничего не меняется то зачем так сильно суетиться вот и все в общем то я как-то попытался описать эту ситуацию что еще у нас может завтра ждать сегодня макроэкономический календарь как мы видим совершенно пустую дату публиковались промпроизводство в италии давайте вам честно кто-то смотрит вот ложа руку на сердце нет а что завтра ну вот заседание вот оно в 2 45 пресс-релиз будет и в 3 30 15 30 пресс-конференция а может что-то еще будет до заявки на пособие безработицы вот только кому-то это будет интересно они публикуются ровно в то же время когда скажем так все телекамеры будут прикованы вот к этой стойке к этой трибуне на которую будет выходить кристин лагард гораздо больше интерес будет вызывать какие на ней туфли какая на ней кофточка какая брошка там о чем это говорит вот такие рассуждения просто затмят собой все информационное пространство на этом фоне снижение количества первичных заявок на 20000 повторных еще на сто двадцать одну тысячу да кому какое дело хотя это будет есть как раз реальное отражение точнее отражение реальных реального состояния экономики в этот момент здесь и сейчас именно эти цифры они какие-то слова наши прогнозы по ввп там на 2 23 год но фокус внимание будет будет именно там во франкфурте на майне где как раз и находится штаб-квартира европейского центрального банка поэтому вот эти планы эти ожидания и то что будет делать европейский центральный банк конечно же является центральным событием по сути дела и сегодняшнего дня и завтрашнего да по-хорошему всей этой недели да в пятницу мы сможем немножко от этого отвлечься но скорее всего пятничные данные предварительные по индексам деловой активности послужит лишь поводом для небольшого отскока который последует после ну в общем-то в рамках последних дней довольно заметного укрепления доллара вот примерно так вот выглядит все эти дела а да у нас же тут еще публикуются завтра по данные по промпроизводству надеюсь их не перенесут вот ну иначе если их перенесут то в пятницу я свое видео начну с тишины ну как говорится о покойниках либо хорошо либо ничего если вы еще и эти данные принесете заставь дурака богу молиться он весь лоб все расшибет вот в общем это единственно чем можно завершить все это на самом деле получается как-то у нас немножко грустно и мрачно потому что ростат очень сильно расстроил во-первых а во-вторых ну а что сделать лицб ничего не поменяет и все надежды на возможное какое-то изменение тренда на отличные перспективы европейских валют это то что я слышу в последние пару дней друзья вы про что у ецб не да ситуация он не не в том положении чтобы вести себя также агрессивно к федеральной резервной системы то есть стоит готовиться как раз и на к тому что я описал да возможно возможно есть вероятность процентов 10 например да что событие будет развиваться другим по иному сценарию но это очень маленькая вероятность к сожалению в общем такие у нас получается дела день действительно скучный мы тупо стоим на месте что поделать такое бывает на рынке завтра будет уже не так скучно завтра будет очень-очень весело рекомендую всем сохранить осторожность на этом у меня в общем-то сегодня все желаю вам всем удачи и до новых встреч